Этот луч Добрый день, дорогие друзья! В эфире ютуб-канал Шнэйваз Борис. И сегодня мы продолжаем рассказы о кино. Цикл старых фильмов о главном. Сегодня вашему вниманию предлагается уже четвертый выпуск из этого творческого направления, будем так говорить. Напомню, что первый выпуск был посвящен американскому фильму «Нюрнбергский процесс» режиссера Стэнли Крамера, в котором снимались такие известные звезды первой величины американского, можно сказать, мирового кинематографа, как Максимилиан Шелл, ну, наверное, больше известный нашим зрителям, как муж Натальи Андрейченко, Марлен Дитрих, звезда первой величины, можно сказать, мирового кинематографа, в свое время приезжавшая в Советский Союз и танцевавшая обнаженной на столе в квартире Евгения Евтушенко, для него и его друзей, Ричард Уидмарк, Спенсер Трейси, Берт Ланкастер, Джуди Гарлан. Второй фильм выпуска старых фильмов о главном был посвящен французскому фильму «Преступление и наказание» режиссера Жоржа Лампена, в котором играли Жан Габен, Марина Влади, жена Владимира Высоцкого, Роберт Асейн, известный нашим зрителям, как Жоффрей де Пейрак, по фильмам, посвященным Анжелике, первая шпага Лангидока и муж прекрасной в Анжелике, Лина Вентура. Третий выпуск был посвящен нашему советскому фильму «Проверка на дорогах». Мы его приурочили в его выпуске к 95-летию Владимира Заманского, который в фильм «Проверка на дорогах» играет главную роль. И Владимир Заманский ныне здравствует долгих лет ему жизни. В этом фильме Алексея Германа играли Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Николай Бурляев, Майя Булгакова. Эти актеры и во многих фильмах Андрея Тарковского снимались сегодня. Четвертый выпуск. Старые фильмы о главном. Фильм «Мефистофель». Режиссер Иштван Саба. Производство Венгрия, Австрия, Германия. 1981 год. Не надо впадать в панику. Из-за того, что этот карикун вдруг стал канцлером. Ведь у нас существуют оппозиционные партии. Коммунисты, социал-демократы. Они позаботятся о том, чтобы он не зарывался, прийдя к власти этот фашист. Не исключено, что они окажут ему сопротивление. Ну, если даже нацисты останутся у власти, какое мне до этого дело? У меня нет причины бояться. В конце концов, я не еврей. И мой отец, и моя мать всегда были немцами. Нет причины бояться. И вообще, я актер. И только. Каждый вечер я выхожу на сцену и играю свою роль или пою. А потом иду домой. И все. Но есть такие актеры, которые делают свои выводы и не идут, куда не надо. Они бросают театр, когда нельзя работать. Ты хочешь доказать себе, что все, что происходит вне театра, тебя ни с какой стороны не касается? Барбара, но ведь на выборах партия национал-социалистов получила большинство голосов. Вот и все. Поэтому они сейчас у власти. Я не политика, никогда в жизни не хотел этого. Мне не нужна политика. Ты что, не понимаешь, что у нас случилось? Не поднимай эту руку, меня нет. Ни для кого меня нет дома. Я болен или еще черт знает что. Скажи, что хочешь. Послушай, Генрик, если ты не будешь подходить к телефону или запрешься дома, ты думаешь, что скроешься от политики? Ты не уйдешь от ответственности. Они заставят тебя занять позицию, причем конкретную. Конкретную, конкретную. Вот моя позиция. Гамлет. Нет, нет, дружок. Это не позиция. Ты сам себя подводишь. Фильм рассказывает о карьере актера и режиссера Хенрика Хевгена в Германии 30-х годов прошлого века, период прихода к власти фашистов во главе с Гитлером. Этот фильм снят в 1981 году, 40 лет назад. А описывает он события, которые происходили в Европе 90 лет назад. Но он представляется мне очень современным и злободневным. фильм снят по роману Клауса Манна «Мефистофель. История одной карьеры». Роман Клауса Манна. Клаус Манн – не однофамилец гениального немецкого писателя Томаса Манна. Клаус Манн – сын Томаса Манна. Томас Манн – классик немецкой литературы. Он родился в 1875 году, умер в 1975. Его перу принадлежат такие романы, как «Иосиф и его братья», «Волшебная гора» и роман «Буденброки». За этот роман в 1929 году Томас Манн получил, ему была присуждена, Нобелевская премия по литературе. Старший брат Томаса Манна, Генрих Манн, тоже был писателем и довольно известным писателем. Генрих Манн – тоже очень известный немецкий писатель. Он родился в 1871 году, умер в 1950-м. В перу Генриха Манна принадлежит идеология, посвященная французскому королю Генриху IV. Она состоит из двух романов «Молодые годы короля Генриха IV» и «Зрелые годы короля Генриха IV». Я сразу могу сказать, что я не читал ни романов, ни Томаса Манна, ни Клауса Манна в романе, о фильме, о котором сегодня будем рассказывать. А вот Генриха Манна и «Молодые годы короля Генриха IV» и «Зрелые годы» – это я читал еще, будучи школьником. И должен сказать, что оба этих романа написаны таким увлекательным языком, ни в чем не уступающим романам Александра Дюма. Но вернемся к Клаусу Манну. Клаус Манн родился в 1906 году. Это вообще-то невероятно такой редкий случай, когда три самых близких родственника, Томас Манн, его старший брат Генрих Манн и сын Томаса Манна, Клаус Манн, стали не просто писателями, а писателями, известными во всем мире, ну, безусловно, всемирно известными писателями. Печататься Клаус Манн стал в возрасте 17 лет. После прихода Гитлера к власти Клаус Манн покинул Германию и жил сначала в Париже, потом в Инстердаме. В 1934 году Клаус Манн присутствовал в Советском Союзе на первом съезде писателей СССР. Он был военным корреспондентом в Испании во время Гражданской войны. В 1936 году Клаус Манн уезжает в США, и в том же году из-под его пера выходит роман «Мефистофель. История одной карьеры». Прототипом главного героя Хенрика Хёвгана послужил друг Клауса Манна, Густав Грюндкенс, режиссер и актер, женатый на сестре Клауса Манна. И вот трагическая судьба этого актера и режиссера послужила прототипом и исторической данностью, по которым был написан роман «Мефистофель». Клаус Манн написал семь романов, в том числе один из романов «Патетическая симфония», посвященный Петру Ильичу Чайковскому и его отношениям с племянником, своим Давыдовым. Вероятно, это связано с тем, что Клаус Манн имел, ну как бы это померче сказать, нетрадиционную ориентацию. В 1943 году Клаус Манн получил американское гражданство и служил в американской армии во время войны. Он служил в Северной Африке и в Италии. 21 мая 1949 года Клаус Манн покончил жизнь самоубийством. Режиссер фильма «Мефистофель», о котором сегодня я буду рассказывать, Иштван Саба, родился в 1938 году. Ему уже сейчас перевалило за 80, но он поныне здравствует, творит. В апреле 2019 года Иштван Саба приезжал в Москву на международный кинофестиваль, давал интервью в Третьяковской галерее на Крымском валу. Иштван Саба говорил, что русский, советский кинематограф и русская литература для него являются наивысшими проявлениями человеческого гения. Фильм «Баллада о солдате» из Остала Ильича, романы «Война и мир» и Анна Каренина, пьесы «Чайка», «Трисестры», «Вишневый сад» – это его главные ориентиры в искусстве. Я часто размышлял, чем уникально кино. Текст лучше в литературе, формы, свет, тени, цвета лучше в живописи. Актерское мастерство лучше всего проявляется в хорошей театральной постановке, например, пьесы Шекспира. А эмоции лучше всего отражаются в музыке. Так что же такого уникального в кино? Потому что если вы не можете найти чего-то уникального, чего-то оригинального, тогда зачем этим заниматься? Но публике нравятся фильмы. Почему они ей нравятся? Я могу ответить на этот вопрос. Оригинальность художественного фильма, особенность художественного фильма заключается в том, чего не могут передать другие искусства. Это человеческое лицо, просто человеческое лицо. Лица, способные отражать свой внутренний мир, несущий мощный заряд энергии и человеческих эмоций. Фильм «Мефистофель» принес Иштвену Саба мировую славу. Снятый в 1981 году, этот фильм в 1982 году завоевал Аскара в номинации «Лучший зарубежный фильм». Этот фильм стал началом трилогии, которую создал Иштвен Саба. В 1985 году Иштвен Саба снимает фильм «Полковник Рёдль». В 1988 году выходит художественный фильм «Ханусен». Во всех трех фильмах главной роли Клаус Мария Брандауэр, который становится также мировой звездой первой величины. Фильмы Иштвена Саба – это фильмы антивоенные, фильмы антифашистские, фильмы антидиктаторские. В своих фильмах он выступает против любой диктатуры, какой бы национальности она ни была. У фильма такая же роль, как у вакцины. Это выражение венгерского режиссера сегодня становится для нас особенно понятным и актуальным. Одну из главных ролей в фильме «Мефисто, Мефистофель» играет роль в Хоппе. Я уверен, что не все знают этого актера по фамилии, но все, по крайней мере, люди моего поколения, знают его в лицо. Так же, как главным негодяем Голливуда, ну и по сей день, по-моему, все считают Гарри Олдмана, так главным негодяем всех фильмов про индейцев был роль в Хоппе. Главный соперник и враг беззаветно любимого нами, главного индейца советских времен Гойко Митича был. В некоторых фильмах это главарь шайки Бэшан, в других фильмах это один из офицеров американской армии, которые преследовали индейцев. Вот роль в Хоппе, он играл главного такого негодяя в индейских фильмах. Роли Фонферис, хватайте этого негодяя! Спокойно не стреляйте! А этот краснокожий мой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Путь познания сыграл роль испанского короля Карла IV, роль испанского художника Гои, там играет Донатос Банионис, наш известный советский актер. Мы очень довольны, Дон Франциско. Убедительная, глубоко верная картина, благодаря которой будущие поколения увидят, каковы мы, бурбоны. Замечательный портрет. Такая огромная картина. Как раз то, что нам было угодно. Покройте, сеньор Франциско, Де Гои. Покройте же, Дон Франциско. Отныне вы, первый художник Гора. Отныне вы наравне с грандами. Можете в присутствии его величества не снимать головного убора. Актер, который сыграл главную роль в фильме «Мефисто», Клаус-Мария Брандауэр, родился в Австрии в 1944 году. Сейчас ему 77 лет. Он полон творческих планов. Мне кажется, что Клаус-Мария Брандауэр в фильме «Мефисто» во многом играет и самого себя. Конечно, с поправкой на время и на географию. Но то, с какой страстью Клаус-Мария Брандауэр играет роль актера и режиссера Хенрика Хевгена, главного героя, действительно, наверное, совпадает с его внутренним миром, мироощущением и теми задачами в искусстве, которые Клаус-Мария Брандауэр ставит себе и выполняет. И сразу взлетели! Прогнись! Нога! Выше! Выше! Живей! Живей! Стой! Боже мой, это же не траурный марш с девятой цифрой. Шевел! Прогнись! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Властью всегда и во все времена была очень остра и опасна. Встать на путь сопротивления или согласиться с условиями, которые предлагает власть, и при этом, естественно, поступить со своими принципами. Быть или не быть? Что делать? Кто виноват? Эти извечные вопросы, которые стоят перед человеком искусства, это основная тема, основная проблема фильма «Мефисто». Вот наш Мефистофель. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Воплощенное зло, святое зло. А ведь у вас кроткие глаза вблизи и какое-то нежное рукопожатие. Может, это тоже относится к актерским секретам? Показывать силу и ум, в то время как человек слаб. Ну да. Я предполагаю, что вы готовились к этой роли долго и с напряженным трудом. Всю жизнь, господин премьер-министр. Так и нужно. Ведь в этом секрет величия. Я желаю вам дальнейших успехов. Несколько отклоняясь в сторону социальной значимости и идеологической направленности этого фильма, хочу отметить, что этот фильм очень музыкален. Он чувственно яркий, эротический, даже, можно сказать, сексуально возбуждающий. Такое вот сочетание политики, идеологии и эротики. Не раскисай. Можно подумать, что ты пришел от любовницы. Раз! 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 Три! Четыре! Раз! Два! Два! Раз! Два! Поторопился. Раз! Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре, раз, два, три. Очень ярко и современно в фильме показана конфликтная ситуация, в которой оказывается главный герой Хенри Ковган. Попытка спасти своего друга едва не заканчивается для него трагедией и потерей всего того, что он достиг за долгие годы своего самоотверженного труда на сцене. Конфликт с властью закономерно вполне ведет к трагической развязке. Ваше превосходительство. В чем дело? Вы недавно помогли в деле одного моего коллеги. Сейчас я снова хочу просить вашей помощи. Мой актер, Отто Ульрихс, два дня назад, говорят, был арестован. Из-за этого вы пришли, Хеоргин? Да, ваше превосходительство. Ну тогда тихонько уходите, вы мне надоели. Нам не о чем с вами разговаривать. В этих делах вы некомпетентны. Лучше вам держаться от них подальше. И примите мой совет. Не вмешивайтесь во все, чтобы мы случайно вас не растоптали, как гусеницу. Кем вы себя вообразили? Кто вы такой? Этот Ульрикс впутался в грязные дела. И мне не нравится, что директор моих государственных театров так горячо интересуется предателем Родины. Уходите. Идите по своим делам. Убирайтесь, актер! Позволю себе, забегая вперед, сказать, что после фильма «Мефисто» Клаус-Мария Брандауэр, без преувеличения, можно сказать, стал звездой первой величины в мировом кинематографе. После этого фильма ему стали поступать предложения на роли во многих фильмах. Например, после выхода «Мефисто» ему предложили сниматься в фильме про Джеймса Бонда, где главную роль играл Шон Коннери «Никогда не говори никогда». В 1983 году он снимается в фильме «Детский сад», режиссером которого выступает Евгений Евтушенко. Да-да, Евгений Евтушенко, наш известный, знаменитый, гениальный советский и русский поэт Евгений Евтушенко, снял фильм «Детский сад», автобиографический фильм о своем детстве, о своей биографии. И вот эпизод из этого фильма хочется и предложить вашему вниманию. Там Клаус-Мария Брандауэр играет роль фашистского офицера, а роль нашего офицера, попавшего в плен к фашистам, играет молодой еще Игорь Скляр. Клаус-Мария Бранда Клаус-Мария Брандауэр Клаус-Марии Брандауэр Конечно, не по отношению к Толстому, к Томасу Манну, но... У нас больше самолетов, танков, боеприпасов. Порядку тоже больше. А Кутузов у вас нет. Войну выигрывает не только Кутузов, но и капитаны Тушины. Фильм «Мефисто» — это фильм не только о судьбе актеров фашистской Германии. Это фильм о том, к чему вообще приводит приспособленчество, конформизм, отказ от своих идеалов, от своих убеждений. Вот превосходные прожекторы для вас. Что вы чувствуете в этих лучах? Что вы чувствуете в ихラенов? Что это такое? Как за какой-то в deux? Я вам скажу. Я тебе говорю о том, что ты особо понял, за что так можно. Чего они от меня хотят? Что им надо? Я только актер и все. Я просто актер и все. Нет, нельзя в этой жизни быть просто актером, нельзя в жизни быть просто судьей, просто юристом, да даже просто строителем быть тоже нельзя. Надо быть человеком, надо быть гражданином своего отечества. В заключение давайте посмотрим церемонию вручения премии Оскар создателям фильма «Мефисто». Премию вручает прекрасная Арнелла Мунти, 1982 год, Голливуд. Премия «Мефисто» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Many thanks to the marvelous cinematographer, Hungarian cinematographer, Mr. Koltai, and for the screenplay, Mr. Dobai, and Ms. Csákány Kötter editor and Mr. Marks producer and Mr. Malfred Durnyok producer and Mr. Ovári and and my family and and Ms. Karim Brandauer and Ms. Vera Gyurei Szabo thank you very much Well, it's all that I wanted to tell you to tell you about the story of the cinema and the film about the main выпуск 4 film Mephisto режиссер Ishtvan Saba in Hungary, Austria, Germany 1981 год подписывайтесь на мой YouTube channel пишите комментарии ставьте лайки до новых встреч дорогие друзья я люблю твой свет и сумру старый зритель я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов но в великой этой драме я со всеми наравне тоже в сущности играю роль доставшуюся мне даже если где-то с края перед камерой стою даже тем, что не играю я играю роль свою и участвуя в сюжете я гляжу со стороны как текут мои мгновения мои годы поясны как сплетается с другими эта тоненькая нить где уже мне, к сожалению ничего не изменить потому что в этой драме пусть ты шут или король даже роли не играют только раз играют роль и в и и и Субтитры создавал DimaTorzok